Эй! Рак! Он живой, ребят! Блин, мне такого жалкого! Рушан вчера приперывал для Нэнси поиграться. И Рушан, короче, говорит, что он его сегодня свалит. Я даже на это смотреть не хочу. Говорит, кину его в воду кипяченую. Я, короче, это не переживу. Так что у меня есть идея получше. Сейчас я что-нибудь придумаю с тобой. Сиди здесь. Нэнси, тихо! Ты чего орешь? Тихо, Нэнси! Чего мякаешь? Пока Рушан спит. Он сегодня с ночной пришел. Вот он дрыхнет. Я там кушань готовлю. Сейчас я кое-куда поеду. Мне нужно будет. Так, у меня вот здесь есть бутылки. Но я думаю, такая бутылка не подойдет. Я хочу его сюда засунуть и отвезти на реку Москвы. Поехать я сама на автобусе. Что, у меня здесь нет машины? Я сюда засунуть его. Как мне его везти в автобусе, чтобы никто это не заметил? Как-то мне очень будет приятно. Сейчас кто-нибудь придумаю, куда его засунуть. Так как я его брать боюсь руками. Я не знаю, кто-то, может, не боится. Если честно, я попробовала, но я очень боюсь. Я налила вот сюда ведерочко водички, чтобы ему лапки не попереломать. Когда я буду его туда переливать, я думаю, я вот так вот наклоню и его туда перелью. Потому что с камерой это неудобно. Нэнсик, отходи давай. И сейчас попробую его туда перебросить как-то потихонечку, чтобы лапки ему не поломать. У него и так он одна клешня. Бедненький. Нэнсик, уходи. Блин, больше здесь он лучше наделал. Ты живой? Все, операция по спасению рака началась. Теперь я поставлю это в пакет. Ой, тяжеленько. И потихонечку пойду на автобус. Все, друзья, сбегаем. Смотрите, вот оно у меня здесь. Ведерко с крабиком. Все. Бежим потихонечку, потому что уже вечер. Тимнеет. Так, я уже иду. Иду на остановку. Вот у меня здесь вот пакетик. Так что камеру взяла большую. В автобусе просто не смогу я ее держать и снимать. Так что увидимся на реке уже. Все, друзья, приехала я на реку. Ехала пять остановок и уже стемнело. Вот он мой рак. Ой, сейчас буду пробовать его здесь выпускать. Вот так вот. Ну что, Антошка, плыви давай, живи. Крушан мне, конечно, по башке даст. Ну что поделаешь. Вот так вот. Ой, какой ты хороший. Давай, уплывай подальше. Плыви, плыви. Ты живой? Эй, Антоха. Так, не поняла. Так, сейчас я какую палочку здесь найду. Вот это вот, допустим, весьма. Ты чего тут у меня? Завя, мне же тебя вода нормально наняла. А, нет, живой, живой. Если тебе что, не нравится вода, иди давай подальше, чтобы тебя здесь никто не поймал, если нет. Так, не пойму, ты чего здесь выпендриваешься? И все, друзья, он уже вон туда подальше уполз. Все, пусть живет. Надеюсь, он здесь хоть немного подольше проживет, чем у Рушана в кипяченой кастрюле был бы. Все, а я пока поехала домой по Крушану проснуться. Все, друзья, захожу домой. Вот у меня уже пустой пакет. Вот у меня уже пустой пакет. Куда ходила? А где мой рак? Как где? В тазике. Я вот на свою упору его не вижу. Не, а где он? Ты где он делал? Как я могла вообще его тронуть, если я его боюсь? Ты прекрасно видел. Нэнси! А что сразу за Нэнси? Что, она тебе его съела, что ли? Твой же рак, твой же ужин. Ну, во-первых... Ты сейчас так слюни глотаешь, может, ты его съел, пока я в магазин ходила? Я спал. Так злотнул. Во-первых, если ты его боишься, кто его мог взять, кроме меня? Я его не брал. Смотри, Нэнси. Нэнси, иди сюда! А, Нэнси, ага. Она его съела. Как она его могла съесть, но он был в ванной? А куда он делся? Он же не могла эту дырку провалиться. Ну, а может, если он туда залез? Да, конечно. Что, не может, что ли? Не, где, серьезно, где он? Ты где была? Могу, я здесь находила. А рак где? Спроси у рака, что ты у меня спрашиваешь? Твой же рак не мой. Мне-то он зачем сдался. Ты его сварила уже, что ли? Да, ага, сварила. Какого могла вообще взять? С утрунуть его не могу. Ты же не живой, дедка. Я всю жизнь мечтал рака попробовать. Ты куда делай рака? Ну, иди готов его попробуй. А где я его возьму готового? Чего? Где-то же его готовят. Чтоб у меня в доме вот этого убийства не было. Ладно, давай, кроме шуток, куда ты его делаешь? Я говорю, я его не трогала. Хорошо, Нэнси, ты съела его. А? Чё, Мяу, покажи. Ну, дык. Ну, ага. Чё ты? Хорошо, раз, значит, ты его не трогала, значит, он куда-то смылся. Раз он смылся, значит, он где-то в комнате. В комнате, значит, он либо на кухне, на кухне нету. Значит, он залезет, заползёт к тебе и будет тебя потом шупать. За что он меня будет шупать? За что? Так, в принципе, я не против, пусть щупает. Не, давай. Один мужик хорошо, два лучше. Кстати, я ему уже имя дала, Антошка, как тебе? Нормально? Не. Не, раз, походу, ты бы не боишься, значит, ты его куда-то делаешь. Куда ты его делаешь? Как будет, не боишься? Боюсь. Ну, хорошо, вот он будет где-то, значит, что если его Нэнси не трогала, ты его не трогала, значит, он где-то в квартире. Угу. Теперь спать не ляжем просто, пока ты его не найдёшь. Если бы, если бы ты реально его не трогала, ты бы сейчас въезжала, потому что ты сказала бы найди его, просто ты комаров боишься. Куда ты его делаешь? Почему это вдруг я комаров боюсь? Я комаров не боюсь. Ну, давай, мы не будем для зрителя это, комаров не боишься ты. Боишься ты комаров. А ты смотрел на своих тех вот, в своей пирамиде? Наставил пирамиду здесь, одевать мне потом колёса. Теперь будут у нас они здесь. А, это что за ведро? Куда с ведром ходила? Где ведро? Вон там лежит. А я откуда знаю? Ведро стоит какое-то. Его здесь не было. Ну, значит, кто-то туда его бросил. Давай, рассказывай. Чего рассказывать? Ну, реально, куда ты его делаешь? Говорю тебе, никуда. Давай, шутками говори, давай. Никуда не девала его. Давай говори, хватит уже, блин. Ну, реально, я что, буддвиждон переворачиваю, что ли? Ну, я тебе говорю, я его не трогала, Рушан. Ну, как договорили, друг другу не брать, правильно? Угу. Давай, ты говори. Говори давай. Нэнси, ты вот села. Говори давай. Не, реально, ты давай меня, своего идиота, не держи, это ведро лежит, и оно не просто так лежит. Понюхал, может, он... Ты его куда-то унесла? Куда я его могла унести? В детский дом сдать, что ли, его? Я не знаю. Ну, а что оно там, ведро, там в ванной было? Угу. Давай, рассказывай. Давно ли ты его видел в ванной? Буквально? Вчера. Вот, это было вчера, а сегодня новый день. Угу. Давай, говори. Я не знаю. Все давай кушать будем и спать. Мы кушать не будем, пока ты мне не скажешь, где мой рак. Я реально не соберусь, везде переворачиваю. Рак твой в Москве плавает. В какой Москве? В реке. Ты что, выпустил? Да. В Москву реку? Да. А что? Ты что, прикалываешь, что ли? Нет, не прикалываю, зрители видели. Могу видео потом показать. Давно не кричал? Нет, а почему он должен кричать? Бросьте меня лучше в кипяток, чем в Москву реку. Почему это вдруг? Ну, потому что этот рак из террариума какого-нибудь, либо из этого, как называется, из какой-нибудь трубной фермы, он не приучен к такой реке. И тем более, это Москва река. Ты что там? У него инстинкты есть. Там эти, как их называются? Гибриды всякие и тому подобное. И что? Ну, вот такой чистоты воды, он просто в шоке, наверное, был. Ну, немного судороги схватили, потом отпустила. Поплыл. Пополз. Поел рака, бля. Кстати, где ты его взял? Мне надо туда срочно попасть. Купил. Ну, где я, хорошо? В магазине. В каком? В Ашане. Поехали в Ашан. Зачем? Раков спасать. Ты их всех собралась в Москву реку бросать? Да, я их всех выкуплю и буду бросать. Знаешь, сколько килограмм стоит? Сколько? 1500 рублей. Ты у нас богатый Буратино, раз покупаешь раков. Я одного купил попробовать. Ну, не надо. Даже видишь, с одной клешной. А где вторая, кстати, клешня? Не знаю, съели, наверное. Кто? Ну, в раках мне сказали, что только клешни кушают. Видимо, одно оторвали и съели. Ну, ладно. Самое главное, что у него все хорошо. Дай бог. Надеюсь. Все? Теперь могу спокойно жить дальше? Да.